Сейчас я два слова скажу, как Япония появилась. Дело в том, что были найдены уникальные карты древние. Эта карта просто уникальна. И знаете, что на ней уникальна? Написано «Империя русов». Забегая вперед, есть другая карта, которая чуть появилась попозже. Российская империя. Я хочу вам сказать, что империя русов и Российская империя – это два разных понимания. Но вернемся к этой карте. Что здесь примечательно? Обратите. Л – лето 776. Видите, на этой карте Японии нет. Здесь только остров Сахалин и все. И гейм-овер. Кстати, вы не найдете вот этих островов на современных картах. А они есть. Япония появилась очень просто вследствие выработки. То есть представьте, вот здесь был океан, а потом где-то подняли огромный кусок земли, высыпали. И мы видим уже спустя несколько лет позже, по Японии вот она появилась. Кстати, здесь долго не мог разобрать, что написано. Видите, я приближаю. Не видно надписи. Мне пришлось найти в интернете, где надпись видно. То есть здесь уже не «Л» идет, она нас обманывает, то есть единица. То есть думайте, летоисчисление было абсолютно другое. Вот здесь уже Япония есть. И острова, те уже как бы исчезают. Вот. Ну, вообще карты есть много уникальных карт. Наверное, сейчас я посмотрю, передам слово. А, вот еще. По поводу поверхности. Дело в том, что тоже примечательный факт. Недавно сделал открытие. Обратите внимание. Новая земля, которая находится, грубо говоря, ну, недалеко от Мурманска, да? И Новая Зеландия. Мало того, что два острова называются одинаково. Вы посмотрите на форму. Да, кто-то скажет, что, ну, они отличаются. Но понятно, что они будут отличаться. Так вот. И, кстати, Новая земля, это Новая Зеландия есть. Так вот, посмотрите. И все они показывают к Новым Землям. Кстати, вот карты, кто знает, это Николай Суботин, держат карту соседних ячеек. То есть, когда Гитлер отправился в Новую Швабию, карта датирована 1947 годом. Дело в том, что до наших дней очень много сохранилось карт соседних ячеек. Многие люди по какому-то недоразумению предполагают, что это изображение пола Земли. Уверяю вас, это вид сверху соседней соты. Земля посередине статичное Солнце, антарктический круг. Если мы с вами сравним две карты, которые привезли немцы, ну, скажем так, составили. Кстати, любой специалист скажет, что это очень серьезная карта. Видите, здесь изображен проем, то есть вход, скажем так, в соседнюю соту. То же самое мы можем видеть на карте, которая... И тоже видите проход на карте Агарта. Если вы думаете, что это фейковая карта, на самом деле, обратите внимание на этот скриншот, трудов по соседним сотам написано колоссальное количество, даже неимоверное. Что почему я вспомнил за Новую Зеландию? Вот Новая Зеландия находится на севере нашей ячейки и показывает выход как раз соседней соты. А Новая Земля показывает тоже своеобразное направление. И как я уже ранее сказал, обратите внимание, два острова имеют одинаковое название, одинаковую форму и одинаковое направление на север. Кстати, Вячеслав Котлеров у нас сегодня в студии. Он еще продвигает концепт сотовой земли. Более такую странную, можно сказать, продвинутую модификацию плотской земли. И там уже, мне кажется, эксперимент более чистый, когда он ее продвигает. Он с ноля взял вообще, получается. Да, да, да. Здесь есть зацепка. А то, что Котлеров предлагает, вообще очень интересно. Вот, ладно, все, передаю слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Приветствую, Александр, Макс Ререра и Адонай. Значит, я сделаю небольшой докладик, минут на пять, на семь. И, в принципе, потом, если появятся вопросы, возможно, найду на них ответы. Значит, для этого эфира, скажем так, будет озвучена относительно новая информация. То есть, я давно пытался сделать ролики по этой теме. Эту информацию я озвучивал три или четыре раза в своих эфирах на Котлеров FM. Есть такой канал. Вот. Но у меня не было никогда полноценного ролика, который я предпринимал попытки создать, но у меня ни разу не получилось. Поэтому ту информацию, которую я сейчас озвучу, она фактически будет это впервые на институте Б. Значит, начну я с демонстрации экрана. Я, кстати, краем уха услышал, что Котлеров говорит, что мы живем на плоской земле. Никому не верьте, уважаемые слушатели и зрители. Это, не знаю, ну, мягко скажем, шизофрения. То есть, не может, так сказать, в нашей вселенной плоской поверхности существовать. Это просто какое-то нездоровое отклонение. Так, знаете, с чего я начну? Я где-то начну с середины и перейду в начало. То есть, демонстрация сейчас пошла, да? Значит, в принципе, подходящую, ну, как бы, не подходящую, а информацию, которая... Сейчас я тогда сам проверю. Ага, все, оно идет. Увидел. Дошла до наших дней. Можно находить даже в древних писаниях. То есть, наши чертоги имели определенные названия. То есть, каждая народность давала, скажем так, сотам для себя, как говорится, географические названия в масштабах нашей соты, в масштабах нашей огромной земли. Значит, те, кто не знает, наша планета-гигант, она в миллиарды раз больше. Она подобна слоеному пирогу, слой земли, слой воды. Естественно, поверхность, на которой мы живем, она не может быть плоская. Наверное, давайте я продемонстрирую, перед тем, как озвучивать эту информацию по поводу... Видите, чуть-чуть не совсем подготовился. Приходится листать. Надо было открыть мне отдельно. Так, сейчас я буквально на секунду остановить показ. Видите, я просто, получается, листаю, и из-за этого никто ничего не может понять. Давайте я вам покажу именно максимально приближенную модель. Значит, вот, в принципе, что-то около того. Но это еще, как говорится, присказка. Значит, открываем... Открыть с помощью... Открыть с помощью... Значит, как ситуация происходит? Мы живем на выпуклой поверхности. То есть, дальше, дальше, дальше... Идет, как бы банально ни звучало, или шар, или эллипс. Ну, скажем так... Вот яйцо. Вверху купол, внизу купол. Мы в яйце на желтке. В наших древних ведущих сказках это подробно сообщалось. Даже та легендарная корочка ряба, кстати, описывает описание нашей соты. То есть, бог Ур создал яйцо, потом разбили купол, вода полилась. Потом бог Ур полу богам, дедушки и бабушки, создал уже, как бы, яичко такое нормальное. И они, скажем так, пасечники среднего порядка начали в этом яйце создавать мир. Вот. Вот приблизительно это такая очень стилизованная схема. То есть, сота. В соте находится яйцо. Скажем так. И смерть Кащея в яйце тоже вам попозже. Вот примитивная форма, как выглядит один кусочек нашей земли. Вот вам, пожалуйста, соты. Я понимаю, что многие смеются, но вы можете смеяться сколько угодно. А я, честно говоря, знаю, что еще 200 лет назад люди знали, даже дети, как истинное устройство. Вот даже на пчелином, на пчелином, скажем, варианте мы можем посмотреть это яйцо. И фактически мы, мы себя мним человеками. Ну, мы, ну, в лучшем случае мозги личинки. Или что-то около того. Ну, вот такая стилизация тоже кто-то грамотно нарисовал яйцо. Так, идем дальше. Кстати, сразу забегаю вперед. Наша гигантская планета в масштабах космоса, она выглядит приблизительно так. То есть, знаете, что сейчас на экране? Это пыльца под микроскопом. То есть, кто-то смотрит на нас, вот наша планета со стороны, под микроскопом рассматривает нашу Землю. Мы такие думаем, мы огромные, великие. А на самом деле, не все так просто. Значит, я хочу сейчас озвучить то, что я планировал озвучить. Это такое было вводное. Значит, наши чертоги имели название. Значит, в каждом огромном чертоге размеры их известны. 116 тысяч километров. С юга на север. Если можно, там не стучите, пожалуйста, не могу сосредоточиться. Я, кстати, всегда микрофон отличаю. Спасибо. Вот. 116 километров. Значит, в одной гигантской соте находятся три ячейки. В одной ячейке и мы живем. Значит, у разных народов это называлось, они по-разному. Скандинавы в мифах, легендах по-своему называли, так называемые индусы по-своему. И другие захватчики, оккупанты и местные жители по-своему. Значит, как вы видите, есть до наших дней дошло семь названий наших гигантских ячеек. Плахша-двита, Джамба-двита, Шамала-двипа и так далее. Все перечислять не будут. Также, обратите внимание, каждая ячейка имеет тоже под название. То есть, есть огромная гигантская сота и в каждой соте три соты. Вот мы, допустим, живем в Мидгард. Это скандинавские веды говорят, да? Ведические знания. И индусы называли ту же самую локацию Харта-Варша. Я еще могу допомнить, наша сота называлась Роузь и предположительно Черток-Зайца или Лисы. Также же вы видите девять земель осталось до наших, скажем так, времен название. Это то, что осталось. Вы можете, значит, столкнуться всевозможной подобной информацией на сайте Асгард. Создатели постоянно прячутся. Они, кстати, до выхода моего хотели объявить еще когда про мою сотовую землю, но не знал что-то интересное, но выяснилось, что после меня что-то интересное тяжело теперь озвучивать. Потом рекомендую посмотреть хороший ролик Кристины Морана. Я с ней как бы знаком, общался. Талантливая девушка. Первая часть, она как бы затрагивает это скандинавские мифы и легенды. Значит, высота барьера 16 тысяч метров в среднем по периметру нашей вот этой зеленой ячейки. Значит, высота купола, я просто умножил приблизительно 16 плюс 16, из 16 получилось 48 тысяч метров. Грубо говоря, 50 тысяч метров купол. Ну, как вы видели ролики, ракеты, которые врезаются в пукол, да, в купол, они показывают приблизительно ту же самую высоту. Идем дальше. Значит, как мы выяснили, я уже вам показал и еще раз показываю. Вот, мы живем приблизительно такая схема. Сотовая модель, она в себя все, так сказать, втянула, подмяла и переживала. И, ну, плоскую землю нет, не получилось, в принципе, ну, относительно, если брать, допустим, вот этот эскиз, да, то относительно плоская, то есть, допустим, в одном из чертогов мы живем, правильно? Или неправильно? Правильно, вот. И, и внутреннюю землю, то есть, мы внутри земли живем, и вогнутую, и шарообразную. У тебя много еще мыслей? Давай не перегружать все-таки зрители некие перегрузки. хорошо, пускай пока это, на этом я сделаю паузу. На самом деле, доклад могу делать, это, два с половиной года без перерыва. Спасибо, передаю слово. Вот ты сейчас интересные вещи озвучил в плане того, что ты приводишь аналогии, и пытаешься найти доказательства этой концепции в других вещах. Дамы и господа, у нас сегодня очередной выпуск Института Б. Сегодня у нас будет, скорее всего, конспирологический трэш, уникальная рубрика, достаточно такая, расслабленная. Запустился эфир с четвертого раза, полчаса здесь какие-то игроки были, YouTube проседает, непонятно, что происходит. Матрица, видимо, совсем уже ушаталась, нужно сделать передвижку, сегодня будем ее няшить. Сегодня у нас более легкий такой формат, менее серьезный. Народ, пока расскажите, что-нибудь интересное, я тут донастрою все, что нужно, чтобы зрители понимали, какая у нас тема. Рассказывай, я понял, давай, рассказывай, короче, тема называется «Плоская земля», у нас сейчас будут, я один остался, короче, из так называемых плоскомозглых, и меня сейчас будут, ну, по заказу матрицы, которую мы будем, как сказал Саня, няшить и ублажать матрицу будем, в общем, они меня разоблачат в край, потому что я тут один остался, все больше не верят, никто не верит, все, нам это уже надоело, в общем, земля, наверное, все-таки круглая, и сейчас ребята это докажут, но я думаю, плоскую землю уже доказывать нет смысла, потому что уже у нас, в наших кругах уже все в курсе, что она плоская, по крайней мере, то, тот материал, который уже на многих каналах был выложен, поэтому, я думаю, надо теперь доказывать уже шарообразную, мы перевесили наше мнение, и перевесила настолько, что тебе... несмотря на 10 эфиров по плоской земле, я по-прежнему придерживаюсь еще пока ортодоксальной шароверы, но ты уже, наверное, тоже в меньшинстве скоро будешь, Александр, ты же сам масон, признаешься. Да, кстати, да. Ну вот, поэтому, поэтому, мне хочется услышать аргументы от вот этих ребят, кто это самое, шарообразную землю верит, услышать аргументы, такие серьезные аргументы, которые меня переубедят, потому что я уже всех прошу у ребят, говорю, вытащите меня из этого заблуждения, я не еретик, я просто заблуждающийся. Спасите меня, пожалуйста, от этого. Я какой-то тоже в заговор в другой попал, видимо. В общем, жду переубеждения меня. А ты в школу просто сходи на уроки. А, точно. Вот это мне постоянно под каждым видео про плоскую землю мне писали в комментариях. Слушай, не помогает вообще, потому что, говорят, ну не берут, короче, ты уже, тебе за 30 какой тебе школы, короче, не берут. А ты скажи, я папа ребенка, и... И можно я посижу на задней партии, да? Да, да. Ты такой, земля плоская, а вы дети такие, Да, за сми, я просто, понимаешь, еще боюсь, меня там засмеют же дети, они же очень жестокие, понимаешь? Вот. Они будут смеяться, говорить, да он вообще какой-то дурак, это же, это же еще хуже секты, вот это плоская плоская земля, это еще хуже секты, что скажут, слушай, он вообще, о чем он такое говорит? Вызовут еще мне скорую, понимаешь? Скажут, что ты вообще делаешь у детей на уроке? Поэтому, блин, как-то страшно, придется вам все-таки это сделать, меня переубедить, вот. Возьми телескоп и на море. Вообще, это странная тема, и вот обсуждения эти, они тоже очень странные, я могу рассказать про мистику плоской земли. Все вот эти вот эфиры, которые я устраивал, они почему-то получаются несколько скомканными, одна фракция всегда приходит в полном составе, но вторая тогда не появляется. Если приходят те, кто за плоскую землю, не приходят те, кто против нее. Просто, есть вот, ну, официальные всякие ученые, они, они, понятно, за круглую землю, но они не воспринимают аргументов, они не знакомы вот с этой терминологией и аргументацией тех, кто против плоск. но я, по-моему, видел видео Катюшика, который, по-моему, даже он с инсайдером общался, и он, в общем-то, очень ловко парировал его аргументы в сторону плоской земли. Вот есть продвинутые ребята, которые понимают, то есть, знакомы с этой аргументацией, они могут их опровергнуть, но они почему-то, если и хотят выступить на эфирах, то не получается их вместе соединить. Они приходят либо за, либо против, причем вот пачками. Вот несколько человек заявило желание сейчас разоблачить в очередной раз плоскую землю, но они, типа, говорят, придем, когда будет официальное собрание всех аргументов, чтобы всю вот эту коллекцию сразу облачать. Чтобы добить, добить напоследок. Нет, просто, почему я, почему я заинтересовался вообще теорией плоской земли, потому что я о ней услышал года два назад впервые на ютубе, я тогда от нее отмахнулся, ну, какие-то поехавшие, думаю, все там лайки собирают, просмотры. А потом уже у тебя в прошлом году увидел пару эфиров и понял, что, в общем-то, заболевание начинает распространяться уже как эпидемия. Вот, все плоскоземельщики. Я, конечно, могу много приводить доводов против плоской земли, но я просто приведу один такой, как все-таки гуманитарий по складу ума. Дело в том, что теория шарообразной земли она объясняет все, вообще все. Смена дня, ночи, времен года, и так далее. Там все логично, и все понятно. А теория плоской земли, она задает больше вопросов. Причем, даже если мы возьмем теорию котлеров, сферическая земля, на которой много плоских земель, там встает очень много вопросов. Вообще, какое место занимает солнце, луна в этой системе, если, как говорит, котлеров солнца и звезды искусственные, из чего они сделали, и кто их сделал. Понимаешь, эти теории, они на эти вопросы ответов не дают. Вообще не дают. По сути, это совершенно сырая теория, сырой миф, я бы даже сказал, который, как бы, ну, просто люди придумали, чтобы фактически пропиариться. я это по-другому не вижу. Ну да. Ну, ну нет. Почему нет? Ну, потому что нет. Что нет? Я не согласен. Нет, это понятно, но, понимаешь, я просто подхожу с позиции, мне интересно, вообще, из-за чего возникла эта теория плоской земли. Что значит, из-за чего? Вот ты говоришь, что теория шевеобразной земли может объяснить все. Почему? Потому что, ну, нас так научили. Это, как бы, единственная версия, потому что... Хорошо, научи меня по плоской земле, научи меня, хорошо, что такое солнце в теории плоской земли. Вот, в том и прикол, правильно ты говоришь, что те ребята, которые придерживаются теории плоской земли, они задают больше вопросов, и именно эти вопросы направлены к шарообразной теории. Нет. И вообще, в целом, гелиоцентрической к этой системе, что там все вращается, движется по каким-то всяким по круговым, по спиралям, там, и вся наша Солнечная система там движется, и галактики тоже движутся, и, в общем, все где-то, что-то, значит, движется. Вот. Но у нас это что получается? Мы вот с этой темой, как бы я уже столкнулся несколько лет назад с ней, вот, с этой темой по поводу плоской земли. Почему стали в Ютубе это поднимать, и оказалось, что многие люди, а сейчас на нашей стороне это уже не просто, как ты говоришь, эпидемия, да, и ты решил, как бы, блин, все-таки тоже поучаствовать в ампутации это уже гангрены, скажем так, и все-таки, потому что, если раньше это было просто какие-то, ну, небольшие такие вбросы, а сейчас это уже действительно эпидемия. Почему? Потому что на нашей стороне это уже и технари начали появляться, на нашей стороне и геодезисты начали появляться, понимаешь, которые, они как бы не то, чтобы в открытую, но они такие же вопросы, которые и мы задаем. Ну, вот по геодезистам, вот Купцов, например, говорит, что есть как бы геодезия для плоскоземельщиков и есть для теории круглой земли там две версии геодезии есть. насколько я знаю, и как бы версия для плоскоземельщиков, она типа истинная, по его мнению, да, а геодезию для фанатов круглой земли это как бы для лохов, как в общем, для разумения. Да. Вот. Но дело-то все в том, что геодезия, даже я, будучи там, учился немножко в строительном чехнаре, там в геодезии она работает как бы на разные дистанции. То есть, если мы берем, допустим, нам нужно построить небольшой дом, мы будем использовать геодезию плоскости. Если мы рассматриваем, например, изменение русла рек, там уже больше и захватываем объем, а там работает геодезия шарообразная. Там все как бы строится для задач, которые ставятся. Да, вопрос-то в другом. Это то, что никто, ну, учитывают, не учитывают. Ладно, вот что говорят геодезисты. Уровень моря, опять же, кто нам его сказал? И уровень моря у нас, у нас какой уровень моря, кстати, в России? У нас мы-то идем, по-моему, от какого, блин, забыл. От какого моря, никто знает? По поводу уровня моря. Какого уровня мирового океана он один везде? Ничего подобного. У нас, по-моему, то ли Баренцево море, то ли что-то у нас берут. Бля, подождите, я сейчас пока загуглю, а вы там разоблачаете плоскую землю. Смотри, Данай, к вопросу, зачем кто это устроил? Я думаю, что генеральная линия такая, что кто-то меняет правила реальности. Вот они придумывают какую-то программу, объясняющую людям, что такое природа мира этого. И нужна какая-то платформа. Никто точно не знает, как она там устроена, потому что нужно саму проверить. Мы все знаем с третьих рук. Вот нам рассказывают, что она круглая. Эта версия, она нужна. Ну, просто какая-то нужна версия, поэтому вот эту принимают как главную. Могли другую какую-то прокинуть, ну, теоретически. Вот сейчас кто-то меняет эти правила для того, чтобы переформатировать мир. Возможно, для этого. Лично мне эта концепция интересна как раз как социальный феномен. То есть все вот эти аргументы, которые я слышу, я просто смотрю, как эта теория растет, как она продвигается. Мне вот этот момент интересен. Вот, кстати, Вячеслав Котляров у нас сегодня в студии, он еще продвигает концепт сотовой земли. Более такую странную, можно сказать, продвинутую модификацию плоской земли. И там уже, мне кажется, эксперимент более чистый, когда он как он ее продвигает. Я в тобой согласен. Он с ноля взял вообще. Да, да, да. Вот очень интересно, мне очень интересен сам механизм того, как теория зарождается, как она становится из просто бредовой и абсурдной, не принятой никем, как она начинает расти и превращаться уже чуть ли не в норму. Вот мы этот процесс наблюдаем, сейчас это очень интересно анализировать. И вот сейчас Вячеслав у нас в студии, он сейчас расскажет пару мыслей, у него новых там появилось. Можно я договорю тогда по поводу Да, закончу мысль. Да, закончу мысль по поводу уровня. В России у нас значит уровень Балтийского моря, причем в России и большинстве других стран бывшего СССР, а также в Польше абсолютные высоты точек земли, земной поверхности отчитывают от среднемноголетнего уровня Балтийского моря. Это у нас. А там где-то в США, видимо, от уровня океана. В том и прикол, что уровень моря он везде разный. И даже если брать уровень моря, ну, на самом деле плоскую землю то просто проще всего объяснить, вот взять этот уровень, уровень там и вода принимает всегда плоскую поверхность, когда, ну, она, вот ты ее наливаешь в какую-то посудину, она не закругляется. Вот. Она принимает плоскую гладь. Поэтому без вариантов. Вот. А по поводу эксперимента, то, что Сашка говорил, да, причем плоская та земля действительно это можно зацепиться за старые учения какие-то. И, как бы... А вот мне очень нравится то, что у официальной версии круглой земли там есть другие параллели, что космос, он устроен вот с этими круглыми телами, что молекулы также устроены, что в микромире, что в макромире, все одно и другое. Ну, это понятно. Но вот они создают такие модели, как бы, и принцип аналогии работает. Хотя они, конечно, виртуальные модели. Это я к тому, что Вячеслав тут делает новый шаг в продвижении своей концепции, как я заметил. Насколько я понял, теорию Вячеслава по его сотовой земля настроится больше на том, что якобы есть полярный круг, туда особо никто не ездил, а если и ездил, то там много обмана и кидалов. Грубо говоря, вот по идее за этим полярным кругом другие соты начинаются. Вячеслав, я тебя так понял? Совершенно верно. Да, то есть, грубо говоря, Вячеслав отталкивается от теории того, что он не был за полярным кругом, и там можно домыслить и дорисовать другие реальности, другие вселенные, там все что угодно. Ну, это же не научный подход, это не опытный подход. Не, ну я очевидец, поэтому мне проще. Доказывать ничего не будет, любой человек знает истинные модели нашей планеты. Слушай, ты там был? Ну, естественно, откуда у меня эти знания? Ну, что там у нас? Сотовая земля, а Котлерово нет уже, да? Так что сотовая земля все отменяется, сегодня плоская. А, кстати говоря, Котлеровская тема, что есть там другие ну, ячейки и другие какие-то там, скажем так, земли неоткрытые, она как бы, в принципе, ее поддерживаю. Он, Юрка, подоспел. Да, привет всем. Здравствуйте. Юр, тут я, короче, один не справляюсь с этим, с бро. Он тут просто меня на лопатки положил. Он сказал, что все, я предатель белой расы. Не надо с ним разговаривать вообще. А как не разговаривать, если он внезапно тут появился, он преследует целый день. Итак, я маленько посмотрел эфир вначале, да, я слышал тут, что якобы плоская земля это полный бред. Я правильно понял? Ну, в общем, да. На каких основаниях сделано такое утверждение, если я могу сказать, что шарообразная земля на данный момент это полный бред? На каких основаниях? Ну, я как бы уже вначале говорил, что теория шарообразной земли, она объясняет все. Теория плоской земли, она ставит только больше вопросов. Шарообразная земля, она не объясняет ничего абсолютно. Ну, банально смена дня-ночек хотя бы, внятная. Давайте я сейчас кое-что покажу, что противоречит полностью шарообразной земле. Я открываю демонстрацию. Итак, видно? Да, идет демонстрация. Да, да, видно. Ну, вот смотрите, начинаем с дальности видимости горизонта. Читаем, читаем. Нормальным значением видимости при отсутствии явлений погоды условно считается 10 километров. Реально, при хорошей погоде видимость колеблется обычно в зависимости от влажности и запыленности воздушной массы. В диапазоне от 10-20 до 50-100 километров. В очень чистом воздухе, например, арктического происхождения, дальность видимости может достигать 150-200 километров. Это официальная информация. Открываем калькулятор кривизны Земли. Переводим на русский для тех, кто не понимает. Выбираем единицы метрические, то есть метры и километры. Высота глаз. Человек обычно не более двух метров, два метра. Расстояние до цели. Сколько нам написали? До видимость. 200 километров. Подсчет. Кривизна Земли, то есть объект на расстоянии 200 километров уходит на 2 километра 982 метра за горизонт. Ни о какой видимости 200 и 100 километров речи идти вообще не может. Это чушь собачья. Понимаете? Это официальная подсчет. То есть конкретно показ Земля выпуклой сферы радиусом 6371 километра. Если мы подставим 100 километров дальность видимости, то мы получим 707 метров вниз. Скрыто за горизонтом. Мы не можем видеть до 100 километров. Это полная е-ресь. Идем дальше. Это только с видимостью мы разобрались. Шарообразной Земли. Землю можно представить, то есть на 23 градуса она наклонена в виде гироскопа. Гироскоп также вращается. У него есть прецессия. И Земля в принципе тоже самый гироскоп. На экваторе скорость вращения очень большая. Насколько мы знаем. 1675 километров в час. Так вот смотрите. По законам физики никакое другое вращение на Земле на вращающемся объекте невозможно. Понимаете? Это закон физики. Если объект вращается, то ты вращение на нем другое не поставишь никогда в жизни. Это невозможно. Так вот если мы посмотрим на экватор в данном случае вот он. И здесь есть у нас что? Завихряющиеся циклоны по официальной версии. Это невозможно на шарообразной вращающейся Земле. Это факт номер два. Третий факт. Гироскоп в отличие от маятника Фуко показывает конкретно что Земля не имеет никакого вращения. Не имеет она вращения. Понимаете? То есть теперь я не буду дальше сейчас делать доклад потому что он может затянуться на часы. очень много доводов против шарообразной Земли. Но подведу небольшой итог. Форму Земли мы не можем сейчас сказать что она плоская. У плоской теории противоречий куча если честно которые до сих пор не устранены. Два самых главных они источные устранить очень тяжело. Это вращение звездного неба в разные стороны вокруг разных звезд якобы по часовой против часовой стрелки звездные треки которые на экваторе прямые абсолютно. Действительно можно говорить что форма Земли не может быть плоской. да я согласен но также я скажу одно форма Земли мы доподлинно не можем знать она не может являться шарообразной вообще не может являться никаким образом. так как она не может являться шарообразной если она не вращается как нам показывают то извините меня нету центробежной силы а значит вода не может на статичном объекте находиться в таком положении в каком она сейчас находится якобы. То что нам говорят что видимость горизонта 200 километров это вообще если честно надо смеяться просто падать и держаться за живот это чушь. По кривизне Земли по калькулятору геодезическому да это прекрасно видно что не может такого быть просто физически 2 километра 200 метров уходит за горизонт понимаете то есть это это очень большое расстояние вы не можете видеть на такое расстояние ни с коим образом если нам говорят что мы видим стоим на море да и смотрим на уходящий корабль и он от нас скрывается нам делают сразу такое заявление он ушел но если мы подключаем хорошую оптику и корабль подождем еще минуты 2 когда он уйдет вообще за горизонт чтобы его не было видно мы приблизим и мы этот корабль снова увидим понимаете вообще то есть в чем суть да как бы горизонт зависит только от нашего восприятия и только от рефракции которая исходит от воды либо от земли то есть если кто-то видел в жаркую погоду как на машину посмотрите да на металл раскален когда идет искривление воздуха за ним ничего не видно идет мираж такой да то есть отражение того что есть дальше то есть вы не видите дальше точности так же происходит на прямой плоскости абсолютно так же идет рефракция и вы поэтому не видите поэтому иногда кажется что корабль вдруг взмывает над водой либо солнце поднимается не от воды а как бы из ниоткуда возникает из воздуха да на самом деле оно поднимается якобы из-за горизонта просто там находится вот этот слой рефракции поэтому земля статично она не может быть шарообразна потому что если она статична то вода не может находиться в таком положении но также я еще раз скажу что земля в моем понимании не может быть пока что плоской пока это полностью не доказано а значит мы не знаем форму земли то что нам показ вот эти самые снимки которые вы сейчас видите это CGI это все нарисовано если мы возьмем ранние снимки да вот смотрите это более-менее современный снимок там где-то 2012 года то вот этот снимок сделан ранее то есть разве есть что-то общее между вот этой землей и вот этой землей да то есть эти снимки все мы можем найти на официальном сайте НАСА поэтому ни одного достоверного доказательства того что земля шарообразна у нас нету ни фотографии ни съемки с МКС вообще не котируются никоим образом потому что я недавно нашел новое видео в 4К качестве которое сделано там астронавтом Джефф какой-то там не помню фамилию я там могу конкретно показать что это чушь собачья потому что там видно это вообще до такой степени обнаглели они не анимировали облака они не они сделали так что шов текстуры видать где-то сходится вообще шов швы текстуры это вообще шок просто когда я это увидел в наглую потому что 4К качество да благо у меня есть 4К где посмотреть да телевизор в 4К поэтому прекрасно все видно это можно увеличить все и посмотреть то есть швы текстуры даже наложения видать поэтому извините но никто не может сейчас говорить что земля точно шарообразна она все доказывает нет к сожалению это не так так же как она не может пока в моем понимании являться плоской пока что ну понимаешь юрий я не знаю у меня довольно много знакомых как матросов так и летчиков и в общем-то с их слов там даже на очень хорошей оптике там видно в общем-то и эффекты искривления поверхности мирового океана то есть там уходит и за горизонт все с их слов по крайней мере и летчики постоянно то есть понимаешь если бы земля была плоской мы бы видели визуально даже без приборов там без подзорных труб и бинокли мы бы видели в общем-то гораздо больше чем мы можем увидеть гораздо больше только что сейчас объяснил с чем это связано это рефракция ты не можешь видеть дальше положенной рефракции потому что ну да 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 там плотность воздуха там вода жара никогда в жизни это не увидишь теперь опил дай добавлю еще Юр дай добавлю тут вопрос еще вот по поводу видимости если у тебя там летчики есть ты у них спроси по какой карте они летают они летают вот эта азимутальная проекция это по сути есть карта плоской земли это первый момент второй момент по поводу видимости видеть ты в силу ограниченности зрения как раз не сможешь но когда ты поднимаешься на высоту там в космос неважно или на самолете летишь у тебя горизонт всегда на уровне глаз на уровне зрения и это свойственно только как раз таки плоской поверхности а не шарообразной ну это вот из реальных тех видео которые мы наблюдаем я не говорю там о том что у нас Роскосмос НАСА у них она закругляться сразу прям начинает почему-то земля и понятное дело что там GoPro камеры и все такое да линзы искривляет но вот то что мы наблюдаем везде горизонт на уровне глаз то есть он как бы поднимается по краям горизонт с тобой поднимается мне это говорит о плоской поверхности как раз ну это понимаешь в чем дело в этом случае если бы была реально плоская поверхность мы бы реально видели бы больше тем не менее там фактически мы видим ограниченный объем если мы поднимаемся высоко понимаешь ну и почему почему мы должны видеть больше объяснить потому что это плоскость потому что там нет искривления с другой стороны ты пойми искривление допустим искривление земли учитывают даже наладчики антенн спутниковых понимаешь то есть даже они учат антенны это вообще интересная тема ну это да они там все масоны да они повязаны нет почему нет это я могу сейчас объяснить почему настройка спутниковых антенн на спутник это ересь полнейшая понимаете это просто надо маленько включить логику свое мышление да и просто представить что это такое сейчас скажу про это попозже маленько да вот я тебе приведу меня товарищ один с норильском я общался с одним а у них там в норильске до сих пор проблемы с интернетом и у них для того чтобы даже на сотовом телефоне выйти они покупают спутниковую тарелку подключают ее к телефону и ждут когда пролетит мимо спутников то есть там определенные часы то есть он летает он летает по сути парковности все не учитывают работу спутников так вот и все теперь смотри начинаем с пилотов да как-то мы затронули после моих роликов со мной связывались пилоты как военно так и гражданской авиации моих вопросов даже не последовал которые хотел задать все кто связался они говорят из кабины пилотов искривление земли не видать вообще земля ровная как стол мне об этом сказали все пилоты которые со мной общались абсолютно все нет искривления никакого нельзя увидеть искривление потому что как бы они понимают они не говорят что земля плоская они говорят что якобы с такой высоты с 10-12 километров искривление нельзя увидеть потому что земля слишком большая а высота для этого чтобы увидеть искривление слишком маленькая низкая понимаешь как бы о чем идет речь но все пилоты они как бы уверены что земля круглая при этом ну нет естественно они не то что уверены они говорят что типа ты прав что когда показываешь что не видать искривление это факт они говорят что действительно можно смотреть бесконечно это очень красиво города облака все ровно как стол абсолютно ровно то есть абсолютно плоское все искривление никакого нету то что или видать с иллюминатора в боку они мне сказали что там использована какая-то наслоеное стекло как вот знаешь как широкоугольный объектив там и видать когда ты смотришь через него ты можешь увидеть закругление но это оптическая иллюзия это иллюминатора так устроены а в кабине пилотов стекла без искажений сделаны потому что нельзя там искажения чтобы были и поэтому они все прекрасно видят как есть то есть идеальная плоскость это что касается пилотов теперь давай о настройке спутниковых антенн берем берем для начала карту карту ну обычную карту развернутую проекцию меркатора и смотрим расстояние от города до города допустим от москвы до там сибирского города 6000 километров три дня пути три дня пути вы представляете какое-то расстояние до 6000 километров стационарная орбита спутника находится на расстоянии 36000 километров просто представьте сколько это на поезде ехать вокруг по земле 36 тысяч километров да это ехать очень долго это месяца ехать надо вот такое расстояние 6 в земле до теперь смотрите на размер спутника который висит ноги стационарной орбите на удалении 36 тысяч километров вы вот этот спутник можете просто руками поднять у не такой тяжелым килограмм 70 весит спутник телевизионный может быть чуть побольше то есть это такой размер на удаление 36 тысяч километров он превращается в маленькую точку которую невозможно увидеть даже через прибор оптический настолько маленькая то есть это меньше острия иглы получается на таком расстоянии теперь вы берете тарелку у себя на доме и направляете якобы в сторону этого спутника теперь смотрите в чем идет парадокс тарелку я знаю что такое спутниковой тарелки сам их устанавливал тарелку когда ты направляешь в сторону спутник я еще устанавливал прямофокусные тарелки их тяжелее установить до чем офсетные потому что уже немножко все тны полегче установлен так вот прямофокусную якобы надо настроить точно на спутник да то есть конвертером теперь смотрите по тарелку и выставляешь ты ровно миллиметр в миллиметр миллиметр отклонения сигнала нет падает сигнал сразу же миллиметров в другую сторону сигнал падает миллиметра выше сигнал падает миллиметр ниже сигнал падать тебе надо настроиться точно на точку размером меньше острия иглы теперь представьте что вот этот аст меньше острия иглы . испускает луч на землю вы хотите сказать что луч настолько тонкий что вы принимаете его вот этой тарелкой не миллиметр вправо не миллиметр влево вы идеально попадаете в этот луч вы просто задумайтесь маленько что вам несут это чушь собачьи вы не можете этого сделать это невозможно ручным способом это сделать ручным способом вы это бы никогда не сделали только с помощью точнейшего прибора который измеряет градуса до миллиметра до 100 доли чем до пятого числа после запятой понимаете о чем идет речь в ручным способом бы это никогда не сделали спутника спутники ноги стационарной орбите это фейк здесь об этом говорить даже нельзя нельзя это чушь вы пони когда не каким способом приемные антенны работают есть такая штука ты можешь почитать об этом спросите у связистов называется тропосферная связь при помощи тропосферной связи и вышками которые располагаются на земле на удалении 100 150 километров вы можете сигнал через тропосферу передавать полностью на любое расстояние куда только захотите абсолютно хоть куда именно поэтому вы можете направить на тропосферу тарелку и поймать сигнал потому что пучок не такой тонкий как шел бы от спутника с 36 тысяч километров вы можете это поймать а ты хочешь сказать что не чисто связь идет за счет мужик даже не за счет спутников ну если ты посмотришь в каком году появилась в америке спутниковое телевидение ты поймешь что в то время просто невозможно было обеспечить америку такими спутниками чтобы ловить там 150 каналов у них уже в шестидесятых годах были спутниковые к телевидении и даже телевизора на пульта в то время были кстати говоря по поводу геостационарной орбиты самый прикол там был в том что еще эту теорию выдвинули что якобы вот на каком-то удалении по экватору значит спутник не удаляясь ну как бы компенсироваться будет и он будет над одной и той же точкой земли за как бы зависать да эта теория была выдвинута там каким-то теоретиками то есть на самом деле на практике этого никто не изучал а потом хренак и сработало теперь вдруг это стало практикой вот и все теперь смотрите что такого геостационарная орбита если мы посмотрим на анимацию вот этих спутников то они получаются находится своеобразным кольцом вокруг земли то есть эта точка невозврата то есть объекта на ней повисают и практически всегда висят над тем местом над которым их повесили из изредка якобы орбиту корректируют двигателями да что чуть-чуть это на градус там это в 1 там а не знаю в год или в полтора года что такое по сути геостационарная орбита тогда да это кольцо мы можем увидеть этот пример на сатурне вот кольца сатурна это геостационарная орбита теперь представьте сколько лет земле миллионов лет если бы геостационарной орбиты существовала в реальности то вокруг земли на этом месте давно было бы кольцо из пыли из кусочков метеоритов как нам и говорят падали метеориты множественно раз а даже катастрофу вызывали да якобы там официальной истории который стерла с лица земли динозавру эти бы кусочки когда поднялась поднялась бы пыль в атмосферу да и которые разлетелось бы когда мелкие большие фракции атмосфер метеорита входили в атмосферу эти бы кусочки не вошли бы в атмосферу они бы полетели туда ноги стационарную орбиту и за это время за миллионы лет вокруг земли должно быть точности такое же кольцо как на сатурне а если его нет то геостационарной орбиты извините меня это чушь проверяется все очень легко спасибо юр но это видишь это только человеке могут понять иногда люди дело том что смердам это не под силу потому что мозг к сожалению так устроен видите как поменялось то есть наши времена как говорится когда человеке тут все заправляли можно было нормально общаться и смерды молчали сейчас я два слова скажу как япония появилась дело в том что были найдены уникальные карты древние значит я кстати с интернета скачал разрешение вдумайтесь 17 тысяч на восемь тысяч но я сейчас буду чуть поменьше потому что показывать хотя там безумное разрешение так сейчас я демонстрация экрана значит как появилась япония смотрите во первых эта карта просто уникально и знаете что на ней уникально написано империя русов забегая вперед есть другая карта которая чуть появилась попозже российская империя да я хочу вам сказать что империя русов и российская империя это два разных вообще понимания но вернемся к этой карте что здесь примечательно обратите л лето 776 то есть наши оккупанты уже начали показали нам круглую маленькую землю но только дети умственно отсталые могут представлять что форма земли такая любой человек знает что земля выглядит значительно по-другому но сейчас не про это как япония появилась видите на этой карте японии нету здесь только остров сахалин и все и гейм овер кстати не вы не найдете и вот этих островов на современных картах они есть кстати море называлась нигер негру моря то есть скорее все тут негров топили прошу прощения за такую чем но я иронизирую понятно что черная но дело не в том кстати для тех кто переживает про украину видите тут на карте написано украина правда она была размеры харьковской области но ничего страшного не про украину хочу говорить дело в том что вся наша ячейка 200 лет назад принадлежала человеком белорозовым потомкам белой великой расы япония появилась очень просто вследствие выработки то есть представьте вот здесь был океан а потом где-то подняли огромный кусок земли высыпали и мы видим уже спустя несколько лет позже по япония вот она появилась кстати здесь долго не мог разобрать что написано видите я приближаю не видно надпись мне пришлось найти в интернете где надпись видно то есть здесь уже не л идет она нас обманут то есть единица то есть думайте с лето исчисление было абсолютно другое вот здесь уже япония есть и острова и уже как бы исчезают вот ну вообще карты есть много уникальных карт на сейчас я посмотрю передам слово а вот еще по поводу поверхности дело в том что тоже примечательный факт недавно сделал открытие обратите внимание новая земля которая находится грубо говоря ну недалеко от мурманска да и новой зеландии зеландия мало того что на 2 2 острова называется одинаково вы посмотрите на форму да кто-то скажет что но они отличаются но понятно что они будут отличаться так вот и кстати новая новая земля это новая зеландия есть так вот посмотрите все они показывают к новым землям кстати вот карты кто знает это николай субботин держит карту соседних ячеек то есть когда они это гитлер отправился в новую швабию карта датирована 1947 годом дело в том что до наших дней очень много сохранилось карт соседних ячеек многие люди по какому-то недоразумению предполагают что это изображение пола земли уверяю вас это вверх вид сверху соседней соты земля посередине статичное солнце антарктический круг если мы с вами сравним две карты которые приняли привезли немцы ну скажем так составили кстати любой специалистка расскажет что это очень серьезная карта видите здесь изображен проем то есть вход скажем так в соседнюю соту то же самое мы можем видеть на карте которая сейчас агарта да сейчас сейчас три секунды видите немножко не был готов так спонтанно вот то есть это же видите проход на карте агарта если вы думаете что это фейковая карта на самом деле обратите внимание на этот скриншот трудов по соседним сотам написано колоссальное количество даже неимоверное что почему я вспомнил за новую зеландию вот новая зеландия находится на севере нашей ячейки и показывает выход как раз соседние соты а новая земля показывает тоже свое своеобразное направление и как я уже ранее сказал обратите внимание два острова имеют одинаковое название одинаковую форму и на одинаковое направление на север наверно пожалуй пока я передам слово больше мне добавить ничего пока выслушаю скажем так моих собеседников друзей и товарищей то есть получается то есть вы хотите сказать что спутники это все фейк значит это все хорошо а как тогда описает ну как когда объяснить то что в роскосмосе вообще вот в этой индустрии космоса в частности в нашей стране работает очень много людей ничего да очень очень просто объясняется вот смотри допустим полеты на марс как по твоему мнению существуют они или нет ну пока что туда людей не отправляют новая здесь марсоход летают изучают скорее всего да ну вот видишь как допустим такую крупную организацию наса там в ней большой штат сотрудников как так чтобы они не понимали что происходит отправляем допустим этот марсоход куда-нибудь там на остров гренландию не знаю там в антарктиду неважно где мерзлота и где примерно рельеф похож на поверхность марса и вещаем оттуда сигнал там я слышал слышал эту теорию там потом через световые фильтры пропускаем еще один тебе вопрос полеты на луну были скорее всего да вот скорее но материалы возможно по делу но сами полеты были вот то есть получается большинство большинство может и не знать откуда они там сигнал принимают вот эту картинку ты же не знаешь откуда ты его принимаешь но хорошо вот у меня допустим много знакомых лично знаю людей которые служили и работали на байконуре то есть они пуски ракет сами делали пуски ракет есть никто с этим не спорит и не отрицает вопрос в том ты никогда не задумался почему этот байконур все это там где-нибудь в степях находится в степях потому что во первых это опасная зона там у радиоактивное заражение ну да чтобы было место чтобы ракета она взлетает и она падает она кстати в поле зрения начинает менять траекторию то есть она на уровне там даже где-то самолета наверное вот самолет уходит за облака его уже не видно падают как право ступени от ракеты вся ракета носителя на вылетают на орбиту предположим как одна из версий вот есть же еще и другая версия наша версия что они запускают эти ракеты и они там где-то в степи падают неправильно ты говоришь для безопасности сделано на больших таких территориях где можно безопасно эту ракету уронить потом и все то есть и вот так вот действительно их запускают эти ракеты вот и я тебе приведу примеру с байконур вы выкидывали раньше ракета многоступенчатые не зачастую в ступени падали в районе ну в районе дальнего востока например просто были случаи когда там таежники ходили по тайге и от в этих ступенях ночевали ну что там дождь переждать ночью и так далее потом ловили правда лучевую болезнь умирали потому что ну вот чердя да вот это много случаев таких вот как бы вот ну как бы сам посудить жизнь не готовила тут мало того что радиации опасные люди от лучевой болезни умирали в ступенях в тайге так еще и космос существует оказывается блин ребят что вы со мной делаете поэтому как бы не знаю понимаешь держать целую индустрию ради того чтобы там ракеты взрывались это прибыльный бизнес это это понимаешь эта теория как понимаешь я могу понять что очень много фейка с нас с байконур а так далее что они могут под этим что-то скрывать другое я вот в это поверь вполне может быть и что же не отрицаем вот но то что это вообще фейка никто никуда никуда не летают но это бред вообще скрывают и скрывают плоскую землю купол аквариум я не знаю матри они могут и это скрывать шму нет но это они вряд ли скрывают того что этого нет а почему кстати ну а почему понимаешь вариант а вот скажу отец шарообразной земли и вообще это всей гелиоцентрической системы в вашем представлении и не существует вот но это же голословное утверждение ну как понимаешь теория плоской земли с искусственным солнцем вот он даже вот юрий даже сейчас высказался говорит что скорее всего земля плоская но не круглый то есть скажем так стопроцентных данных нет такой никто же не спорит и и я много чего говорю я я не говорю откуда я знаю какая она вопрос в ее стационарности как бы для меня в практически решенный что она стационарной ничего никуда не вращается не движется не крутится и не вертится вот вот с этим до стационарных хорошо то есть такой скажешь если бы она крутилась на потом сносила ветром еще почему ветром но у нас какие доказательства вращения маятник фуко и все а маятник фуко сам понимаешь это подделать расплюнуть они же снимали потом чтобы это папы не доказывали что земля плоской все гораздо проще нету видео из космоса нет не было и не будет неважно австралию антарктиду африку соседние соты зато есть кстати когда она появится в интернете многие вздернутся потому что поймут что настолько были примитивны что даже истинную модель не могли узнать она есть она появится за это не стоит переживать поэтому пока не будет видео подтверждение шарообразной земли маленькой кругленькой говорить на другие моменты просто нет смысла это надо начали быть человеком потому что сейчас все поменялось как какого сейчас человеке а ты уверен что ты человек вообще ну возможно знаешь там есть градация еще выше человека ас но ты не знаешь что такое ас но ничего страшно возможно хотя предположительно ас ну да я был я был посвящен скандинавское язычество все время и я наверно не знаю что такое ас но которого никогда не было побрыхеньки мы уже слышали уже это это для вольф пролегион ладно смотрите да в чем отличие альтернативных исследователей от ученых и людей которые вот сейчас оппонируют нам да чем отличие объясняю альтернативные исследователи вот как сейчас да на примерах показывают вам на простых примерах как это может работать на другой форме земли что земля может быть не шарообразно потому что это может быть вот так вот и вот так вот на любой другой форме и поверхности на конкретных примерах что делают ученые и люди которые оппонируют ученый мы вам сказали вы нам должны верить есть маятник фуко есть звезды над головой смотрите это не звезды вращаются это мы вращаемся вокруг звезд что делать люди которые оппонируют альтернативщиков земля шарообразная а почему она шарообразно а потому что так учили нас то потому что нам так сказали а сами ты понимаешь вот ты приведи свой собственный довод 23 что земля шарообразно но найдите по доводы что понимаете в чем разница есть люди которые приводят доводы а есть люди которые не приводят свои дома но говорят что у нас так учили нам так сказали ученые все Вся разница Хорошо, ладно, но я тебе приведу дом Я, допустим, живу, у меня такая Довольно-таки горестая местность Мне приходилось ходить в походы Подниматься на довольно высокие поверхности Я с этих поверхностей Смотрел в бинокль Я не вижу Я, по идее, должен видеть гораздо дальше Если бы земля была плоской Не будешь ты дальше видеть Объясняю еще раз Толщина воздуха, рефракция Это все даже в геодезическом справочнике ты найдешь Что-то такое рефракция Ты хочешь сказать, что линия горизонта, которую я вижу даже в бинокле Это все из-за плотности воздуха Дальше ты не увидишь Дальше ты не увидишь, когда тебе Первое, разрешение, позволяющее Увидеть тебе дальше оптическое То есть, если оптика Предусмотрена 15 крат, допустим Или 30 крат, или даже Пускай 90 крат Дальше ты это увеличение не увидишь Бесполезно, как-то не крути До этого момента ты увидишь Это не довод То есть, как это не довод Но, понимаешь, что корабль ушел за горизонт Значит, это довод для вас А когда вам показывают, что при помощи техники его видно снова Это не довод, да? Извините, определитесь уж немножко Может, понимаешь, ну не знаю У меня был, конечно, там не совсем мощный бинокль Я не спорю, но... Ну, это пример тебе, пожалуйста Луна, якобы, да? Она там 4 раза меньше Земли На расстоянии 387 тысяч километров от нас Глазами ты видишь ее одну, да? То есть, ты вот видишь ее Она там черно-белая Или она там бледная такая Бледный свет, да? Но если ты возьмешь бинокль Ты уже увидишь, что Луна, она уже имеет цвет какой-то Она такая желтоватая становится Ты можешь увидеть крупные кратеры там А если ты возьмешь телескоп То ты увидишь, что Луна, на самом деле, рыжая Она оранжевая И ты можешь увидеть мелкие кратеры там То есть, это все зависит от разрешения Но ты не увидишь флаги, которые оставили там американцы А если бы ты, допустим, да? Ну, опять-таки, официальную версию беру Конечно, это все чушь, если честно Американцы не могли быть на Луне Если ты увеличишь сильно, да, к примеру Если у тебя будет хороший телескоп там Не знаю, там, как Кеплер Или как якобы там Джеймс Уэбб новый телескоп Который заявляет, что край вселенной Они скоро увидят там зарождение Большой взрыв смогут увидеть То ты увидишь при помощи такой разрешающей способности Там уже еще большие кратеры Но ты флаг все равно не увидишь Это невозможно Потому что они слишком мелкие Для любого телескопа, любого диаметра То есть невозможно это увидеть Понимаешь? То же самое на Земле происходит Дальше разрешающей способности оптики Ты не увидишь Из-за рефракции это раз Из-за толщины атмосферы это два Из-за того, что оптика просто на такую даль Не сможет посмотреть И тишина, да? Все? Да, тишина Ну могу... Что, аргументов не осталось? Ну понимаешь, это все относительно аргументов По большому счету Оптика, рефракция воздуха и так далее Не знаю Я тебе до этого, в самом начале показал Что такое кривизна Земли Вот эти факты разбирайтесь Идите потихонечку И тогда начнете осознавать Что вам за кривизну Земли врут Нет такой кривизны Я не отрицаю, что возможно Она может быть чуть-чуть выгнутая То есть форма Земли может быть какой угодно Вот есть теория, что она как линза То есть немножко выгнутая С этой теорией я бы согласился Потому что это возможно При такой небольшом изгибе Видеть объект на таком расстоянии Вот только в этом случае Я согласен Изгиб если есть То он небольшой Но так как нам говорят Такой изгиб Он быть не может Никоим образом Кстати, как насчет Подключить еще специалиста По кругу Земли Александр? Да сколько Уже только не подключали И с астрономами общались С кем только ни с кем Заканчивается все тем же В конце, что Идите в школу Либо версии Идите в школу Либо человек реально задумывается И мы его перетягиваем К себе всех Ну страшно А Денай, ты какого-то конкретного человека имеешь сюда? Да, каштаном можно подключить Ну если желающие есть Пишите в скайпе Ну, как бы это То есть, видишь, неподготовленные Вы пришли спорить с плоскоземельщиками Ай-яй-яй Как нехорошо Ну Понимаешь, я не специалист в оптике Понимаешь, я тебе говорю Что видел я Через свой бинокль Понимаешь? 90-кратную позорную трубу Да я в нее не смотрел Не могу сказать Ну, у меня оптика 90-крат практически 83-крата Оптика Я знаю, что это так Вообще, пара желающих Пора изоблачать плоскую землю была И я вот думаю, они сейчас смотрят этот эфир Они соберутся с аргументами И можно устроить батл такой Масштабный Через неделю или через две А сегодняшнее можно в видео рассматривать Как некую такую перчатку Вызов То есть мы второй тур в этом году начали По плоской земле, да? Турные Слушайте А, еще народ По поводу космических полетов Вот мне тут подсказывают Скафандры Перегрузки Все дела Вот эта излюбленная тема Юры Тимовского Вот это вот как раз тоже интересно То, что доказывает, что Да и не только Юра И вот Макс Аллатарев мне тоже тут пишет Подсказывает Ну как он как медицинский Человек с медициной Скажем так, на одной ноге Тоже говорит о том, что эти перегрузки А сейчас костюмы, скафандры были раньше пожестче у них А сейчас какие-то тряпочные непонятная фигня Что они просто не выдержали бы перегрузок Тех самых перегрузок, которые испытывает космонавт Короче, нокдаун Ну, смотри В смысле нокдаун-то Ты о чем? Ну хорошо Вот допустим Летчики Вот которые на военных истребителях летают То есть как бы они не вылетают на орбиту Но у них как бы тоже перегрузки чумовые И там в принципе даже и скафандры В общем-то это все держат А про космические Они там могут быть еще прочнее и мощнее Нет, смотрите На официальном сайте Роскосмоса Вы можете найти Из чего изготовлен скафандр Орлан-М Нового поколения для выхода в открытый космос На этом сайте вы можете посмотреть все материалы Так вот Современные даже скафандры Они сделаны из полимеров Из всевозможных таких Несколько слоев пленки Никакой толстой защиты От радиации нету Ноль То есть ну нету От защиты от радиации То есть там просто Слоеный скафандр Вверху такая плотная ткань Которая не рвется Благодаря чему они могут Несколько раз его использовать Там для выхода в открытый космос То есть защиты от радиации Никакой нет Теперь вернемся к 69 году К полету астронавтов на Луну Аполлон-миссия Вылетает Значит Шаттл Вылетает ракета За пределы Земли И попадает в пояс Радиации Ваналина Пояса Ваналина Так называемые Радиационные пояса защиты Земли от космического И солнечного излучения Они туда вылетают За пределы этого пояса Если в пределах Этого пояса На орбите Земли Космонавты получают дозу В три раза больше Чем работники Которые работают На урановой промышленности На добыче урана То есть вы представляете Какая-то большая доза Тем более за полгода Либо как там Скотт Келли с Корниенко Были год там находились Это страшная доза То есть я Все хочу об этом сделать Ролик надо будет доделывать Финальную часть Космической эпопеи Поэтому Там доза страшная За пределами пояса Радиация такая Что убивает все живое Там даже металл плавится Такого излучения То есть Представляете Что это такое Хорошо Хорошо Я не спец Скажем так В радиоактивной промышленности В радиационной Да Но даже Знаю Тот факт Что у нас есть Атомные электростанции И там В общем-то Вот эти все стержни Которые там Разогревают Плутоний И там Вокруг них Есть как бы Оболочка Которая удерживает Радиацию Хотя там дозы Очень большие Все Я не думаю Я не думаю Что подобную технологию Не использую Там на МКС Например Ты когда узнаешь Толщину этой стены Ты сильно удивишься Свинцовая оболочка Там несколько метров Толщиной Поэтому Извини меня Корпус МКС Должен как минимум В несколько Десятков Миллиметров Состоять Из свинцовой Оболочки Это просто Колоссальный Вес Это невозможно Понимаете А если допустить Версию Что в Роскосмосе Используются Какие-то другие Более обреченные Материалы Которые Версия никаких Быть не может Потому что Еще раз говорю Из чего состоит МКС Толщина Обшивки Ты можешь найти Сейчас в открытом доступе Никто Этого не скрывает Они обнаглели До такой степени Что сейчас Это в открытом доступе Если ты посмотришь На состав МКС И сколько Миллиметров Корпус Ты будешь Сильно удивлен Никакой защиты От радиации Там нет Так вот Астронавты Во-первых До сих пор Закупают А нас Двигатели У нас В 69 году Вылететь Они не могли Раз двигателей У них своего Не было Бесполезно Это уже Все Все портит Только один Толщ Что не было Двигателей Чтобы вывести Аппарат На орбиту Хотя бы Земли Не было Такого двигателя Потому что До сих пор Закупаются У нас Они не могут Воспроизвести Двигатель Потому что У них Не хватает Мозгов Второе Когда Эти Скафандры Можно найти В музее Космического В космическом музее В центре НАСА Эти скафандры Выставлены Там Если вы Посмотрите Это прототип Пожарных Костюмов Того времени То есть Это просто Тряпка Просто Тряпка Поясом Радиционного Ваналина Извините Получает Большую дозу Облучения Большую дозу Облучения Два слова Пока тема не ушла Или Юр Ты еще будешь Я Два слова Буквально Может оно поможет Вот Макс Алатырев Как говорит Что любой медик Знает Что полеты В космос Невозможны На орбиту По той Простой Причине Что Жидкость Которая Находится В легких Она просто Разорвала Легкие И так далее Вообще Человека Разорвало То есть Видели Когда они Нам показывают Что шарик Выдувают Из баночки И он Как говорится Летает А человек Жесть Из воды Человека Бы просто Разорвало То есть Любой медик Это знает Но молчит И человек Конечно Любой знает Но люди Они как приходят Ну я в этом Не разбираюсь А в этом Я не специалист Этого не знаю Поэтому я передаю слово Ну вот Теперь смотрите Дальше Да значит С космосом Разобрались Американцы На Луне Не были Однозначно Не были В космосе Наши Астронавты И космонавты Современные Потому что Это смерть В таком скафандре Выходить В открытый космос То что они Находятся На МКС Я показал В своих роликах Что это невозможно Их там нету МКС летает Как пустая болванка Не знаю Как они ее используют Для чего Она летает Действительно Ее фиксируют Ее можно посмотреть Даже снять На хороший Телескоп С оптикой С фотоаппаратом Она есть Но людей Там нету Потому что Это невозможно Просто-напросто Спускаемся На Землю Если мы Посмотрим Официальные данные Опять-таки Вернемся К Земле Шарообразной То Земля Это немножко Сплюснутый геоид То есть На экваторе То есть Она немножко Совсем На чуть-чуть Сплющена И на экваторе Сила притяжения Меньше Если вы откроете официальные данные То там Тяжелые объекты Допустим Объект В тонну В тонну Теряет вес В 50 килограмм Если я не ошибаюсь То есть Притяжение Там меньше Теперь смотрите Вы родились На экваторе Вы Понимаете Малейшие изменения В организме Организм чувствует Если вы вдруг Захотите Переехать На Северный полюс Это для вас Подобно Просто Я не знаю Что вам на ноги Оденут Гири То есть Вы понимать Должны это Либо наоборот Если вы Родились ближе К полярному кругу И поедете На экватор То вы будете чувствовать себя Гораздо лучше Легче По официальной версии То есть Это так оно и есть Якобы Видите какая Вообще Противоречия какие Да А если мы опять Откроем физику То там конкретно Написано Что Притяжение На поверхности Земли Повсеместно Равномерно Извините меня Несостыковочка У людей Сходит Получается Ну Я не знаю Где В каких учебниках Ты это читал Но на Земле Очень много Магнитных аномалий В общем Они разбросаны Весьма Странно Где Сила притяжения Может варьироваться В чем с этого Вот Ну хорошо Ладно Хорошо Ладно Что Ты сдался Что ли Нет Я не сдался Я просто хочу Задать еще один вопрос То есть Если Вся Да Я Можно я добавлю В топку То что Юра Говорил Про геоид Вспомнил И мне сразу Вспомнилось Вот то что Форма То у нас Сплюснутого шара За счет По официальной версии За счет Центробежной силы И она якобы Сплюснула И по экватору Она как бы Ну Уровень Скажем так Земли выше Ну то есть Она сплюснулась С плюсов За счет Центробежной силы Что ее так Расплющило За счет того Что она вращается А как бы При этом Ну Как бы Вода На экватор Она не ушла То есть На материки Повлияло это Хотя они Менее такие Поддатливые Скажем так Центробежной силе А вода При этом Вся не собралась По экватору То есть Такой тоже Парадокс Официальной науки Хорошо Ладно Вот ваша версия Что космос Это все Кидалово Разводки И так далее Зачем это делается Для чего Просто Во первых Деньги Во вторых Власть Вот смотри Сейчас узнают люди Что Ну Даже если брать Котлерова Или там Любую версию Я тоже считаю Что Там есть Неоткрытые Какие-то земли А может Кем-то открытые Но они от нас Это скрывают Потому что Очень тяжело Контролировать человека Если он узнает Что Куда-то можно Перемещаться Здесь по земле Если ему Объяснить Что он живет Как бы в аквариуме Ну Почти в аквариуме Шарообразная земля Для нас Это как бы аквариум Мы знаем Что в космос Своими силами Мы улететь Бежать отсюда Не можем Все такое Нами легче управлять А если мы узнаем Что мы На той же плоской поверхности Живем допустим И там за антарктическим Этим Какие-то мастерики И могут быть Даже возможно Пригодные для жизни То Блин Во-первых Я бы Как бы Свалил Куда-нибудь Отсюда Во-вторых Сложнее Управлять людьми Это раз И бабки Но даже не бабки А больше власть Власть над людьми Вот для чего Это делается Не вижу смысла Понимаешь Потому что Во-первых До полярного круга Ты сам Своими силами Не доберешься Даже если Ты захочешь Свалить В другую соту Но только Если как Вячеслав Снарядом Заряжаться Просто Нет Тут Какой-то Другой Немного Понимаешь То что НАСА Предлагает Какие-то Другие Снимки И так далее Я с этим Даже Согласен Я не считаю Что Они уж Совсем Не скрывают Какие-то Факты Это Я не спорю Даже С этим Понимаешь Поэтому Вот так Заявлять Что Во-вторых Понимаешь Большинству Людей Тема Космоса Мне понравился Был на Сафир Симонову В свое Время Ему Задали Вопрос Ты Как Считаешь Земля Плоская И Я не думаю Что Это Так Если То есть Для тебя Не важно Какая Земля Зачем Ты Это Вопрос Изучаешь Для Меня Это Важно Я говорю Про Большинство Правиль Большинство Людей Это Зомби Которые Выполняют Программу Все Может Не Ну Понимаешь Что Зомби Зомби Я Не Вижу Хорошо Я Понимаешь Мы Сейчас Ставим Перед Собой Вопрос Вообще Зачем Нужна Космическая Промыш Вы Считаете Что Нужны Распив Пилят У нас Допустим Нашей Стране Берет Вообще Все Что Можно Береть Это В принципе Не так Словно Смотри Я Тебе Объясню Почему Постараюсь По крайней Мере Почему До сих Пор В учебниках Пропагандируют Дарвинизм Теория Эволюции Если Доподлинно Известно Ученые Сами Уже Говорят Что Это Чушь Почему До сих Пор Это Разные Ученые Говорят По разному Многие Говорят Что Это Не Чушь То есть Там Единого Мнения Нет До сих Пор По теории Дарвина Я Теорию Дарвина Изучал Как В оригинале И В общем Дарвин Не говорил Что Что Обезьяна Говорил Что Обезьяна Есть Общий Первопредок Естественно Он Так И Говорил То есть Это Никто И Не Спаривал Никогда Так И В русском Языке Точно Так Теория Звучит Что Обезьян Человек Имели Общего Предка Так И Есть То есть Это То Самое Звено Которое Утеряно Звено Эволюции Которого Они Не Могут Найти Что Это За Предок Так Оно И Есть Но Не В этом Дело Существует Археология Которая Находится Под Грифом Секретно Это Когда Выкапывают Скелеты Неизвестного Происхождения Когда Выкапывают Скелеты Трехметровые Ладно Я соглашусь Может быть И фейк Но Когда Находят Официально Окаменелые Останки Воробья В породе Которые 30 миллионов Лет Воробей Извините Как был Воробьем Так и Дошел До наших Дней Нискоречко Не изменился Точности Так же Находят Других Птиц И животных Какой У них Вид Был Такой Он Сохранился До наших Дней А значит Никакой Эволюции Не Существует Полностью Противоречить Теории Дарвина И эти Объекты Тщательно Просто Скрываются Хотя Можете Найти С раскопок Видео Даже Когда Они Прям Показываются После Этого Увозятся Якобы В институты Экспонаты Откуда Они Благополучно Пропадают Это Уже Доказанный Факт Так Вот Почему Теория Дарвина До сих Пор Преподается Школе Как Постулат И Студентам Институтов Объясняю Современные Ученые Получили Награды Степеня Ученые На трудах Дарвина Их Учителя Получили Свои Степеня На трудах Дарвина Если Сейчас Ученые Признают Что Теория Эволюция Чушь То Значит Что Надо Будет Сделать Снять С них Все Регалии Объявить Их Лжецами Кто На это Пойдет Ученые Пойдут На это Нет Если В свое Время Какой-то Дурак В виде Коперника Джордана Бруно Придумали Что Земля Шарообразная Они Начали Обучать Следующее Поколение В то Время Понимаете Что Не было Никаких Инструментов Для доказательства Того Что Земля Шарообразная Вообще Никаких Не было То есть Кто-то Придумал Это Пошло На Этих Трудах Начали Обучаться Новые И Новые Поколения Если Сейчас Астрономы Ученые Астрофизики Они Прекрасно Понимают Что Все Это Чушь Но Если Они Сейчас Признают Что Это Чушь То Надо Будет Сказать Объяснять Всему Народу Почему 60 лет Летали Якобы В космос А хотя Это Вранье Почему 60 лет Или Сотни лет Сотни лет Астрономы Скрывали От нас Правду Понимаете То есть Астрономы Действительно Видят Объекты Существование Космоса Как ни странно Никто Из нас Не отвергает Космос Есть Это Чушь Говорит Что Его Нет Он Есть Но Он Неизучаем Людьми Туда Нельзя Попасть Люди Не могут Туда Попасть Даже Техника Туда Попасть Не Может Понимаете В чем Разница Поэтому Если Сейчас Признать Что Все Это Фикция Это Надо Будет Это Поднимется Такой Резонанс Мирового Масштаба Вещь Никто На Это Не Пойдет На Уровне Академии Наук Вот И Все В этом Весе Расклад Пошло От Одного И Остановиться Уже Нельзя Этому Останавливаться Потому Что Иначе Полный Крах Всему Полный Крах Вот Весь Ответ На Вопрос Ну То Грубо Говорят Ты Хочешь Сказать Что Когда Там Было Придумано Несколько Псевдо Теорий Типа Теории Эволюции Космос Потом Создали Целую Индустрию Якобы Фейковую Понимаешь Флаг В руки Барабан На шею Проблема Вся В том Что Сторонники Те Кто Реально Работают В этой Индустрии Они О существовании Вас Зачастую Даже Не знают До Вас Вообще До Лампочки На Вас Никто Не Охотится Вас Никто Не Устраняет Если Вы Людям Бизнес Ломаете Совершенно Открыто Заявляете Об Это Говорит О том Что Они Уверены В Своих Позициях Нет Ты знаешь О чем Говорит То Что Люди Пропадают Это Не правда Не пропадают Пропадают Последнее Время Я Не могу Найти Двоих Альтернативщиков Они Просто Исчезли Каналы Удалены Это Очень Странно На Самом Теле Хотя Они Поднимали Достаточно Серьезные Темы Ладно Пускай Это Сами Удалили Пускай Это Мистификация Не буду На этом Заострять Внимание Теперь Дальше Насчет Того Что Про нас Не знают Чушь Собачья Про нас Все знают Особенно Нас Очень Любит Роскосмос Макс Не даст Соврать Они Прекрасно О нас Все знают Они Даже По нашим Роликам Исправление Делают Выполняют Какие-то Такие Вещи Которые Мы Запрашиваем Да То есть Прекрасно О нас Все знают Но Почему Нету Никакой Реакции Это Объясняется Нет резонанса Опять А что Значит Подожди Да Я Уже Вклянюсь Я Напрямую Говорю Прямо Прямым Текстом Говорю Ребята Возьмите Камеру 360 градусов В октябре И Снимите Ну Блин Нету Видео Тогда На тот момент Не было Таких Через Месяц Пожалуйста На те 360 градусов Притом Они там В первом ролике Говорят Как видите Земля Не на трех Черепахах Знаешь Это То есть Блин Ну какой-то Бред Да Понятное дело Что не на трех Черепахах Мы уже Со школы Об этом Знаем Нам Уже И в школе Это Высмели Че Че За Бред Такой Вообще На хрена Это Вообще Говорить То есть Это Бред Полный И То же Самое Что там Юрка Говорил Чуни Там Это Что там Что Там Это Было То есть Смотрят Еще Как И Кстати Говоря Когда Космодром Восточный Запускали Когда Тоже Смотрят Это Сто Процентов Потому Говорю Ребята Возьмите Где Видеозапись Камеры На корпусе Что ты думаешь Через неделю Это видео Выложили На Канале Роскосмоса Они Ты думаешь Они не следят Еще как Следят И когда Ты такие Вот Серьезные Темы Затрагиваешь Сразу Прибегают Тролли То же Самое Когда Начинаешь Фейки Разоблачать Вот этих Постановочных Непонятных Исчезновений Самолетов Или Постановочных Вот этих Крушений Катастроф Сразу Прибегают Вот эти Тролли Там Их Наверное Не знаю Сотнями Там Тысячами Эти Тролли Прибегают И сразу Начинают Тебе Там Четко Четко По Программе Прям Как Им Дают Задание И они Тебе Четко Четко Начинают Троллить Причем Довольно Таки Профессионально Вот А ты Говоришь Всем Без Разницы Люди Прекрасно Знают Что Это Плоской Землей За год В русскоязычном Вот Нашем Сегменте Ничего Было Тихо Как-то Особо Эта Тема Она Была Как бы В таком Зачаточном Состоянии Сейчас Стали Мы ее Поднимать Сейчас Блин Все Уже Сталкиваются С этим Все Уже Прикалываются Говорят Блин Да Как же Так Где Киты Где Черепахи Поэтому Вы Не думайте Что Все Так Просто И Люди Наблюдают Но Смотрите Почему Нет Такого Резонанса С их стороны Почему Нет Никакого Серьезного Сопротивления Объясняется Очень Просто Критическая Масса Пока Что Мы В своем Родину Имеем Пускай По максималке По Такей Тематике От 50 До 100 Тысяч Просмотров Это Ни О чем Понимаешь Если Мы Посмотрим Ролики Запуска Ракет Ролики Наученные Там По Дискавери По Другим Каналам Где Показывают Планеты Космос Запуски МКС Миллионы Миллионы Подписчиков И миллионы Просмотров Десятки Миллионов Критическая Масса На их Стране То есть Мы По сути Дело Просто Для них Не создаем Никакой Проблемы Потому Что 100 Тысяч Человек Которые Посмотрели Это Труб Против Миллионов Которые До сих Пор Придержатся Официальной Науки Поэтому Пока Что Критическая Масса На их Стране Они Не Будут Предпринимать Каких-то Активных Действий Против Нас Вот Как Только Они Поймут Что Народ Начинает Уходить В эту сторону Что Альтернативщиков Поднимаются Подписчики Что У них Поднимаются Просмотры Вот Тогда Они Начнут Бороться Возможно Создадут Комитет Объявят Нас Лжеучеными Это Лженаук И запретят На государственном Уровне Что Если Мы Будем Поднимать Эту Тему Это Будет Караться Уголовной Ответственностью Как Это Сделали Недавно С гомеопатией Да Поэтому Созвали Начали У них Они Конкретно Говорят Почему Вы Объявили Гомеопатию Лженаука Они Ответили Потому Что 15% Дохода От Лекарств Гомеопатия Забирает Себе То есть Тупо Распил Бизнеса То есть Конкуренция То есть Не дают Им Лекарства Продавать Гомеопатия 15% Рынка Забирала Они Открыто Это Говорят Никто С этим Даже То есть Никто Не скрывает Это Взяли Объявили Лженаукой Все Теперь Они Дальше Шоколаде Дальше Торгуют Своими Лекарствами Из мела Все Точности Так же И здесь Пока Что Не будет Критической Массы Нас Никто Трогать Не Будет Допустим Сотовую Землю Котлеров Опасно Трогать По той Простой Причине Это Пойдет Резонанс Я Честно Говоря И сам Рад И исчезнуть Без завтрашнего Дня Навсегда В любом Направлении Чтоб В этой Соте От меня Ни слуху Ни духу Не осталось И тогда Знание Как говорится Пойдет Это В массы Знаете Как в той Песне Это Пока Поэт Как говорится Живой Его никто Не слушает Как только Уходит В мир Иной Сразу Идет Резонанс Не будут Трогать Причем Половина Просмотров Даже 80% Просмотров Этих Роликов Это Люди Не принимают Делим На двое Просто Поржать Хихик То есть Мост Человеческий Настолько Современного Примитивный Когда Мы Говорим Понятные Вещи Их Принимает Только 2% Зрителей Которые Нас Слушают И смотрят Передаю Слово Чтобы Обратить Моя вера Не пошатнулась Ну Все равно Ты как-то Знаешь Залип Нет Совершенно Верно Понимаешь Семь Дело Как бы С оптикой Я так Не работал Понимаешь Не парировать Ничего А причем Есть оптика Тебе сейчас Назвали Помимо оптики А почему Ты остальные Факты Игнорируешь За оптику Зацепился Ты за остальные Возьми Ты еще В остальном Тоже не разбираешь За то Что я тебе Показал То что Макс Рассказал Ну Про спутники Ну Как бы То есть Твоя теория Что все По вышкам Вся Связь Вступай В нашу Я Знаю Которые Спутники Запускали Ну И что Как они Запускаются Мы прекрасно Тоже видели Это Смешного Доходит Есть Данные Есть Съемки Как их Запускают На шарах Болванки Эти С крыльями Все Это Есть Прекрасно В доступе В открытом Возьми Посмотри А когда Их взяли За это Когда Резонанс Поднялся Они Сказали Так это Мы Спутники Другие Запускали Околоземно Они На высоте Там 30 Километров Всего Летают Вот Да В пределах Или До Облаков Даже Ну Хотя Ладно 30 Километров Тоже Выше Облаков Банально Потому Что Как бы Они Могут Летать Длительное Время Им Нужна Подпитка Солнечной Батареи Понимаете Вот Вот вам Простой Факт Что Все Нету Никаких Спутников Которые Летают И Фотографируют Землю Нету Это Не Довод Ребят То есть Как Это Не Довод То есть Понимаешь Я тоже Могу Сказать На Любой Вопрос Там Люди Которые Говорят Что Земля Сферическая Начнут Мне Формулы Говорить Конкретно По Форму Скажу Так Это Не Довод Что Сосмотрел Понимаешь И То Что Там Все Космонавты Масоны Какого То Определенного Даже Крадуса Ты До Сих Пор Веришь Что Бабка 57 Лет Сейчас Находится На Орбите Ну А Почему Нет Ну Вопросов Нет Ты Предполет На Подготовку Видел Мой Ролик Хотя Был Вот То есть Ты Веришь Что На 15 Минут На Крест Крутится Ну Люди Бывают Разных Возможностей В Разном Возрасте Я знаю Людей Под 60 Килограмм Которые Там Бегают Быстрее Молодые Знаешь Ты С тобой Разговор Бесполезен Потому Что Точно Да Ты Прав Я Робот Мне только Что Пришло Сообщение Что Это Вообще Не Человек У Ни Нет Фамилии Ни Лица Докажешь Что Ты Человек Будем С Того Разговаривать А А поэтому Не Перебивай Уважаемых Людей И Веди Себя Культурно Вот И Все Смотри Я просто Хочу Сказать Разговор С Таким Человеком Бесполезен Потому Что Он Понимает Что В мире Что То Не То Но Программа У него В голове Та Что Врать То Мне Не Могут Но В Учебниках Так Написано Он Никогда Не Сознается Пока Пока Сам Не Проверять Все На Своих Оппыта Вот Когда Он Начнет Проверять Все На своих Опыта Тогда Он Начнет Понимать Что В мире Что То То Если Он Говорит Что Нас Обманы Стоит Задуматься Почему Обманывают Зачем Обманывают Вы Начните Копать Для Чего Они Нас Обманывают В Каком Родине Нас Обман По Какому Факту Нас Обманывают И Тогда встанет на свои места. С этого все надо копать начинать. Почему обман-то идет? Я тоже могу предположить, что весь ваш проект плоской земли, он финансируется кем-то, вы получаете деньги и так далее. Вопрос тут мне непонятно для чего. Теперь смотри. Дайте мне денег кто-нибудь за плоскую землю, пожалуйста. Нет, тут не в этом дело. Вот сейчас, просто вопрос у тебя такой. Если я сейчас тебе дам кучу денег и скажу и скажу тебе, докажи всем по интернету, что квадрат это круг. Ты сможешь это сделать? Понимаешь, что? Правильно. А знаешь, почему не сможешь? Потому что это невозможно доказать, если у тебя нет знаний. То есть, если мне дали, допустим, усмотрение денег и Максу, докажите, что земля плоская, а ты попробуй докажи, что у тебя нет аргументов. Если у людей есть аргументы, то извини меня. Это ни за какие деньги ты их не купишь. Аргументы, они аргументы. Их надо знать. Их надо уметь подавать противопоставлять аргументам людей, которые верят, что земля шарообразная. Это же не просто так. Или ты думаешь, что если тебе дали деньги, то у тебя сразу сверхспособности появились, и ты можешь на любой вопрос дать ответ. Так, по-твоему? Нет, конечно. С другой стороны, первые ролики на тему теории плоской земли, они же пришли с запада. То есть, это были западные какие-то модели компьютерные, где там показывали, что у нас солнце друг за другом летают по плоскости. Вот посмотрите, сейчас скажу, пока ты не договорил сразу, да? Моя позиция такова, вот я тебе еще раз говорю, моя позиция только в одном. Я считаю, что земля не имеет форм шара, и она статична. Форму земли я не знаю. Я не утверждал никогда ни в одном ролике, что земля плоская. Я себе такого позволить не могу, потому что я усматриваю много противоречий. Но утверждать то, что земля стационарна, на данный момент я могу. И то, что она не имеет форму шара. Все. Вот позиция какова моя. Плоскоземельщикам я приравнивать не надо, потому что я свою позицию сразу сказал людям. Я не плоскоземельщик. Я человек, который просто исследую всевозможные теории. То есть, я полую землю, внутреннюю землю знаю, вогнутую землю, шарообразную землю, плоскую землю. Просто изучаю и смотрю, какая из них более-менее подходит. На данный момент это все привело к тому, что все-таки я убедился на своем опыте, что нам врут в форме земли. Вот это факт. В форме земли нам врут. А по поводу освещения, вот именно то, что фотоосвещение облаков снизу, облака-то они просвечиваться могут. Вот в чем фишка. То есть, даже если, вот как они говорят, что типа солнце, тут если версию плоской земли брать, то получается солнце под облаками, раз они снизу подсвечиваются. Но они забывают о том, что облака, они прозрачные. Это не какой-то, если бы это был какой-то вот, блин, как же объяснить. И плюс, опять же, сама перспектива, если вот взять, ты летишь, а рядом с тобой летит самолет, и он как бы будет подсвечиваться вроде снизу, но если он ближе к тебе, а ты будешь ниже него, то ты увидишь как бы подсвечивание снизу. Но опять же, смотря на какой высоте ты от облаков зависишь. Это, я думаю, даже в этих программах можно в 3D-программах смоделировать, как на плоскости именно идет распространение лучей, если перспектива, если источник света очень далеко. То есть, ну, я думаю, даже может Юра что-то добавит. Поэтому тут однозначно, по этому фото говорить, что там облака подсвечиваются снизу, и значит, земля шарообразная здесь. Просвечивание идет, просвечивание облаково. Это моя версия. Юр, что ты скажешь? Ну, смотри, я просто сейчас хочу так немножко людей потроллить, да, если честно, в стиле науки. Смотрите, как бы наука нам что говорит, да, вот смотрим на Луну, Луна ярко светится. Когда задаешь вопрос, а почему она так ярко светится? Нам что говорят? Луна отражает солнечный свет. До 10% солнечного света отражает. И всех это устраивает, правильно? То есть, никто не задает вопросы. Луна так ярко светится, потому что песок на Луне отражает солнечный свет. Вопросов нет. Хорошо, раз в это верим мы, тогда я делаю такой вот ход. То есть, почему облака светятся? Потому что солнце, облака в основном светятся над теми местами, где есть озера и моря. Ну, даже речки. Солнце попадает, которое ушло практически, стало ниже облаков, да, на закате попадает, отражается солнечный свет от воды и попадает на облака. А почему вы это не поверите? Вы, допустим, если же вам сказали, что Луна отражает солнечный свет, я вам скажу, вода отражает солнечный свет и проецирует его на облака. Но это смешно же, согласитесь, да, то есть, это глупое объяснение. Так же, как и с Луной. Поэтому я и говорю, что почему я не плоскоземельщик, потому что действительно, да, существует множество вещей, которые объяснить тяжело. Я не говорю, что их нельзя объяснить в принципе, но тяжело объяснить. Поэтому моя позиция такова, что на данный момент я все-таки никогда не утверждал и до сих пор не готов утверждать, что Земля – это плоский диск диаметром 40 тысяч километров. Но никогда я не утверждал и не готов пока об этом сказать. Я на данный момент еще расскажу, что форма Земли мне неизвестна. И многие факты, происходящие визуально, которые мы можем увидеть, они могут быть как и иллюзорные, да, то есть, Макс показывал в ролике прекрасно, как иллюзию можно сделать при помощи объектов, любых, видимую иллюзию, да, визуальную. И все-таки я говорю, что все-таки, да, я говорю еще раз, что Земля пока что на данный момент по моему убеждению форму имеет такую, которую мы не знаем. По крайней мере, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok